У кого ядерная кнопка? У Путина или у Кабаевой? У Путиных или у Кабаевых? Слушайте, ядерная кнопка – это такая страшилка. На самом деле, вам любой военный эксперт объяснит, что решение об использовании ядерного оружия – это многоступенчатый процесс, который… Да, политическое решение принимают люди, которые находятся на самом верху. Это и президент, это и министр обороны, это и, по-моему, начальник генштаба. Но дальше между ними существует огромное количество промежуточных звеньев. Десятки человек в этом процессе участвуют. Поэтому я бы здесь не рисовал никаких, знаете ли, банальных, смешных картинок. Но на ваш взгляд… Просыпается Кабаева, трясет Владимира Владимировича за плечо и говорит, Володя, просыпайся, пора нажимать на красную кнопку. Нет, но я думаю, что если она и просыпается, и трясет его за плечо, то она ему говорит, Володя, пожалуйста, только не бункер снова, только не ядерная кнопка. Я думаю, что больше так. Но, тем не менее, он угрожает ядерным оружием. Он уже говорит ртом Пескова о том, что будут ядерные учения, первые с 90-х годов, еще прошлого века. Ударит ли Путин ядерные ракеты, как вы думаете, или нет? В конечном счете. Вы знаете, так не хочется высказывать предположения на сей счет. Поймите, что попытка Путина применить ядерное оружие действительно может привести к беспрецедентной, страшной ядерной эскалации, которая действительно может закончиться ядерной войной по сценарию, который мы сегодня с вами написать не сможем. Есть, условно говоря, самый благоприятный сценарий. Обнаружится, что там в ядерных силах такой же бардак, как и везде, и что ракеты не взлетают, и ядерные боеголовки не разделяются, и не взрываются. А может оказаться и так, что они летают так же, как иногда летают баллистические ракеты «Искандер» или сверхзвуковые кинжалы. И тут, знаете, не хотелось бы доводить планету до такого рода рисков. Евгений Алексеевич. Я верю тем людям, которые говорят, что Путин слишком ценит свою жизнь и не слишком беспокоится за нее, чтобы вот так ее подвергать такого рода рискам. Но он же безумец. И тут вот, вы знаете, это важная вещь, я ее не сказал, что вот в этом своем безумии Путин ведь еще и хочет поставить на колени Украину. Это к вопросу о том, насколько могут быть прочными любые договоренности с ним относительно прекращения огня, достижения мира, разведения войск, каких-то компромиссов. Путин, как мне кажется, никогда уже больше в своей жизни не остановится и не откажется от своих амбиций покорить Украину. Евгений Алексеевич, собрался Путин лететь к Эрдогану, требуют, чтобы его сопровождали российские истребители, чтобы турецкие истребители помогали. А чего он так боится лететь в Турцию без своих истребителей? Что он опасается, что Эрдоган собьет и этот российский самолет, на борту которого будет Владимир Владимирович, развернет влагу его? Он опасается того, что у вооруженных сил Украины могут оказаться на вооружении какие-то неведомые ему пока и не выявленные разведкой возможности наносить удары на большом расстоянии по летящим объектам. Я думаю, понятное дело, что никто не собирается, ни один, мне кажется, из государственных и военных руководителей Украины не собирается идти по пути такого рода эскалации, сбивать где-то путинский самолет. Как бы ни ненавидели Путина рядовые украинцы и руководители государства, для которых он враг номер один, но, по-моему, такие безумные идеи никому в голову не приходят пока. Но он этого боится. Я думаю, что он боится, что вдруг где-нибудь там у кого-то в Украине или, может быть, знаете ли, а вдруг какая-нибудь диверсионно-разведывательная группа, вооруженная новейшими переносными ракетными противовоздушными комплексами типа этой самой «Стрелы» или «Стингера», только страшно мощного, весьма усовершенствованного, да, и вот полетит он куда-то туда, в сторону Турции, а где-нибудь эта разведывательная группа, заброшенная, я не знаю, куда-нибудь в армию, в соседнюю Армению или в соседнюю Грузию, возьмет и выстрелит. Да, и помрет он так же в скалах, как иранский президент. И помрет он, а может быть, и на территории Ирана такая группа может очутиться. Ну, он же конспиролог страшный, да, вот то, что Путин верит в вражеских террористов и диверсантов, то, что он верит в могущество разного рода секретных служб, разведок, и страшно этого боится, вот тут у меня на сей счет никаких сомнений нет. Я думаю, что его отказ лететь в Турцию без сопровождения истребителей, вот ровно этим и объясняется. Стало плохо Гундяеву, патриарху Кириллу, патриарху Русской Православной Церкви РПЦ. Приехала скорая помощь, уехал потом он домой, к нему резко приехал Владимир Путин посмотреть, проверить, как себя чувствует патриарх, учитывая, что в российской истории, даже еще в недавней российской истории, патриархи умирали при очень странных обстоятельствах. Нет у вас такого ощущения, что Путин толкает и Кирилла в гробовой ящик? Может, потравливает чуть-чуть, может, еще что-то с ним делает? У них же конфликт на самом деле, они не любят друг друга, как мне кажется. Ну, вы знаете, мне приходилось разговаривать с несколькими моими знакомыми экспертами, специалистами по истории и по сегодняшнему дню Русской Православной Церкви. Я задавал в лоб вопрос, вот, например, я разговаривал на эту тему недавно с Сергеем Чепниным, который работает в одном из крупнейших религиоведческих центров в Нью-Йорке при Фордомском университете, там есть специальный центр изучения проблем православия. Сергей Валерьевич в прошлом был сотрудником Московской патриархии, ушел из-за принципиальных разногласий с новым руководством, прежде всего с самим патриархом Кириллом, является таким сейчас убежденным публичным его критиком. Я вот его спросил, а действительно ли между патриархом и президентом существуют не самые добрые, достаточно прохладные отношения. Да, сказал он, судя по всему, это соответствует действительности, но связано это прежде всего с тем, что в процессе взаимодействия между руководством РПЦ и Кремлем возникла одна большая проблема. Патриарх считает себя версоной, если угодно, равной президенту, а президент так не считает. И были многочисленные случаи, когда патриарх, обращаясь к Путину, нарывался на то, что его обращение переносится на какой-то более низкий уровень, что с ним в ответ на это обращение начинает разговаривать глава администрации президента или замглавы администрации президента, или какой-нибудь помощник или советник Путина. Патриарх по этому поводу начинает выражать неудовольствие. Это неудовольствие доходит до ушей Путина. А Путин, в свою очередь, не считает патриарха себе равным. И дальше возникает обратная реакция. Что это он там себе позволяет? Что я должен по первому свистку бежать к телефону, брать трубку, с ним разговаривать? Ну, это же уже было в истории, правда? Я и есть Россия. Помните, как это закончилось? Конечно, конечно. Так оно и есть. Но я не думаю, что вот эти противоречия, этот холодок настолько существенны, чтобы, если угодно, довести Путина до этакого греха, как подтравливать патриарха. Ну, слушайте, патриарх, судя по всему, человек не самого крепкого здоровья, уже не молодой. В этом возрасте с ним все, что угодно может происходить. Другое дело, что... Да, и, кстати, здесь есть еще одно любопытное обстоятельство. Путин, судя по всему, давно и неровно дышит к митрополиту Тихону в миру Шевкунову, который, по сути дела, с какого-то момента попал у патриарха в опалу. Патриарх его сначала сослал в Псков, потом вообще в Крым, где статус митрополита Тихона стал вообще двусмысленным, потому что, ну как, одно дело быть патриархом, быть митрополитом и управляющим архиереем... На своей территории, а другое на оккупированном. А тут оказаться в положении человека, который управляет делами русской православной церкви на территории, которую весь мир считает оккупированной. И, соответственно, статус митрополита Тихона становится чрезвычайно уязвим. Я думаю, что... Путин готовит нового патриарха. Я думаю, что вот если дойдет дело до смерти или отставки... Знаете, вот сейчас в моду вошли отставки... И посадки, да. Нет-нет-нет, но я и бог с ними, с посадками, я имею в виду, что вот, можно сказать, эпидемия отречений прокатилась по столицам европейских конституционных монархий. Раньше только в Нидерландах была традиция, чтобы король или королева насклонили, отрекались от престола. Да, сейчас эта традиция охватила и другие страны, являющиеся конституционными монархиями. Так, знаешь, глядишь и до Лондона дело дойдет, где вообще анафемой считается отречение короля от престола. Ну, мало ли что. А вот то же самое, может быть, это дойдет и до папы же римский. Бенедикт ушел на покой. Глядишь, и нынешний папа Франциск тоже уйдет на покой. Глядишь, и на покой может попроситься и патриарх Кирилл. И вот тогда посмотрим, на чьей стороне будет Кремль, и кого следующего Путин захочет увидеть во главе Русской Православной Церкви. Не удивлюсь, это будет как раз Кирилл. Но, повторяю, не Кирилл, но думаю, что там все гораздо сложнее. Потому что все-таки РПЦ – это вещь в себе. Там существуют свои законы, свои механизмы, свои группы влияния, свои группы интересов. И вполне вероятно, что как бы не хотел Путин увидеть условного Тихона следующим главой РПЦ, в реальной жизни этого может не случиться. Отдельная тема. Евгений Алексеевич, перед тем, как мы поговорим с вами о фильме «Певчих», ФБК, не в Зеленеях, о Дарковском, Познер заговорил. Спустя два с половиной года войны дал интервью, где сказал, что его просили западные издания говорить против России, о Путине, и он отказался. Ну, лучше бы молчал, оставался бы молчаном. Знаете, после этого интервью я подумал, а ведь неплохо было бы сейчас Марии Певчих предложить Владимиру Владимировичу официальное трудоустройство. Мне кажется, что после таких заявлений и такой нелюбви к Украине, которую он проявил, он бы мог стать очень активным и хорошим сторонником команды ФБК. Что думаете на сей счет? Вы знаете, если честно, я только наискосок, что называется, пробежал это интервью, и мне его еще предстоит перечитать и осмыслить. Но сразу говорю, за Владимиром Владимировичем в разные времена водилась такая вот любовь лишний раз упрекнуть западные средства массовой информации и их руководителей, что они не так уж трепетно относятся к существующим якобы незыблемым законам и принципам независимой журналистики. Что, мол, и там существуют примеры давления собственников и топ-менеджеров телевизионных компаний и печатных изданий на редакции, на журналистов, я понимаю, почему Познер об этом любит говорить, потому что ему слишком часто и слишком давно ставят в вину его многолетнюю работу в системе советской внешнеполитической пропаганды. Работу, которую он в некотором смысле осуществлял с некоторым, я бы сказал, изяществом и блеском, потому что он был, безусловно, человеком феерического журналистского дарования, таланта, харизмы. Многое ему давалось из того, что не давалось больше никому, плюс блестящее знание английского языка, которое позволяло ему играть сверхважную роль вот в этой системе советской англоязычной политической пропаганды. При этом всегда возникал вопрос, ну что ж ты, Владимир Владимирович, будучи сам родом с Запада, родившийся во Франции, выросший в Нью-Йорке, и так много подчеркнувший от этой самой западной цивилизации, теперь ее атакуешь и ее обвиняешь. При том, что, в общем, остаешься человеком западным по своему собственному мироощущению и даже по ощущению самого себя, по самоидентификации. Владимир Кознер открыто заявлял, может быть, сейчас бы он об этом не сказал, кстати, но некоторое время тому назад он на прямой вопрос, кем вы себя ощущаете, ощущаете ли вы себя русским человеком, он говорил, нет, я ощущаю себя скорее французом, я все-таки родился во Франции, мой родной язык французский, я гражданин Французской Республики, впрочем, он и гражданин Соединенных Штатов Америки. Я вот не знаю, я не видел этого интервью, я, честно говоря, не понимаю до конца, а где корреспондент Форбс с ним беседовал, в Москве или где-нибудь за границей. Я удивлюсь, если Владимир Владимирович по-прежнему живет в Москве. Не слышал ничего об этом на самом деле. Но, послушайте, я могу быть необъективен к Владимиру Познаву, потому что очень давно с ним знаком, знаю его значительно дольше, чем большинство других людей, потому что познакомился с ним еще в середине 70-х, когда сам был мальчишкой, только приглядывался к тому, чтобы заняться журналистикой, стать профессиональным журналистом, а он уже был знаменитым сотрудником центрального радиовещания на зарубежные страны, так называемого и навещания, которое еще называли могилой неизвестного журналиста. Вот внутри этой могилы неизвестного журналиста Познавр был очень известен. И, конечно же, воспринимался вот как существо иной западной цивилизации, которая по какому-то странному стечению обстоятельств обнаружилась в этих абсолютно советских чиновнических таких бюрократических длинных коридорах зданий на Пятницкой 25, где размещалось и навещание. Я видел его в разных ситуациях, наблюдал за ним в разных, я бы сказал, даже кризисных ситуациях, как он себя вел. У меня к нему есть набор претензий, в том числе и личного свойства. Когда-нибудь я, может быть, об этом отдельно мог бы поговорить или рассказать. Не могу быть, наверное, объективным. Не могу судить о нем без гнева и пристрастия, скажем так. Но и не могу скрывать, что считаю Ознера в некотором смысле вот таким самым ярким образчиком современного интеллектуального конформизма человека, принадлежащего к журналистской профессии. Евгений Алексеевич. Журналист, конформист в Кубе, это, конечно, Владимир Познер. Хотя, черт его знает, может быть, он просто уже стар, слишком стар и не совсем в себе, все-таки за 90 лет перевалил в апреле этого года.